Здравствуйте, друзья! Мы находимся в тайском ресторане, да? Монорас. Это в Сан-Франциско. Значит, Аня нам расскажет пару слов. Аня жила в Сан-Франциско лет сколько, 10? 11. Потом она поехала в Нью-Йорк и там жила. А тут мы оказались снова в Сан-Франциско. И Аня говорит, вы должны пойти в этот ресторан, потому что он какой-то знаковый, культовый, тут кино снимают. И это вот, что это за место такое? Ну, скажем так, что я живу в Америке 25 лет и люблю таиландскую еду. И лучшего ресторана я не нашла ни в одной точке Америки или где-либо. Включая Нью-Йорк. Да. И, собственно говоря, это одна семья, которая владеет этим рестораном. Я даже в прошлый раз, когда сюда приехала, я изобрела свой собственный дринк таиландского ресторана. В каждом таиландском ресторане, это их культурная достопримечательность, и есть таиландский чай. Это такой оранжеватый сладкий чай на молочной основе. Ой, господи. Что я придумала, что если... Молочный-молочный или... Ну, чай типа с молоком, но у них такой специфический... Скокон. Не коконатный рук? Нет. Но идея такая, что я придумала, что туда нужно добавлять ром, еще причем, знаешь, такой как бы с специями, спайс-трам. Это уже Нью-Йоркский у тебя с ромом. Но каждый ресторан, куда я пришла и попросила, они потом попробовали и поставили на свое меню. В общем, в любом случае, этот ресторан где-то, я знаю, уже лет 25. И я сюда прихожу, и одна и та же семья тут владеет лица, я узнаю. То есть, может быть, какие-то официанты поменялись, но главные люди те же самые. И в прошлый раз я им даже сказала, что вы знаете, что вы самый лучший ресторан. Они говорят, мы знаем, но они при этом такие humble, цены у них небольшие, да. И они как бы вот люди, которые тут давно живут, их знают. А сколько стоит покушать так нормально? Слушай, я не посмотрела на цены, но, по-моему, когда я первый раз сюда пришла 20 лет назад, когда они были 7-8 долларов диш, а сейчас, может быть, 8-10-11 долларов диш. Блюда, да, 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 вполне приемлемо. Но дело даже не в том, дело в том, что оно действительно, когда ты попробуешь, они действительно делают уникально вкусно. Ты потом будешь искать своей жизни, сравнивая с другими ресторанами, ты никогда не будешь иметь такой букет ощущений, которые ты, вот, и они делают. Я не знаю, как они это делают, но они умеют. Там какой-то колоритный дядечка вот сзади, бароник, что ли, там, да, я не пойму. Тут какие-то, ну, как сказать, у нас называлась наглядная агитация. Аня, ты художник, ты скажи, как это? А они очень красивые арты, между прочим, можно я за тобой покажу? За тобой очень красивые карты. Видишь, какие деревянные карты, очень красивые. Деревянные что? Вырезанные деревянные ферраны, очень красивые. А вот эти, которые вырезаны, вот эти деревянные тоже очень красивые. Я думаю, что это тайская специфика, потому что это ресторан в Санта-Крузии в Тайске. Да, безусловно, это национальное что-то. У нас наверняка на канале, среди наших зрителей, есть люди, которые бывали в самом Таиланде. И они скажут, нам что-то несут. Так, Анечка, давай, рассказывай. Ну, вот эти аппетайзеры, которые мы принесли, это какие-то конвертики. Похоже на чесночницы какие-то. Нет, это такие конвертики из теста, зажаренные, там внутри креветочное что-то просто на меню было. А это суп наш. Я бы заказала, может, еще один такой суп. Чай нам поднести, мы заказали со Светланой. Заказали зеленого чайку. Ну, Света, ты должна попробовать и сказать, как у них зеленый чай. Он еще горячий, я должна общаться. А он из пакетика. Обычный горячий чай из пакетика. То есть, по-простому. Но мы пришли в обеденное время. Да. И мы даже попросили, чтобы нам меню дали специально вечернее. Потому что тут такое было, типа, комплексного обеда. Мы подумали, что это будет маловато. А вот чашки принесли. И дали нам за половник. Хочется сказать так, по-простонародному, у-половник. Но сейчас начнем разливать. Так. Это что нам такое? Это для нас? Это для айс-ти. Да, для вас. Спасибо. Да. Ничего себе айс-ти. Я вам дам лукров с ромом. Айс-ти с ромом. Айс-ти с ромом. Пинки сон, влажник сон. Так. Аня, это значит, а то что, мороженое, что ли, внутри? Что это? Я же тебе рассказывала, что это чай. Какой-то такой себе с очень интересного вкуса чай. С вот таким каким-то молоком. Я же даже не знаю, оно обычное или сгущенное. Сейчас я помешаю. Дам тебе попробовать. Что же сгущенное? Есть чай со сгущенным молоком? Так. В корейском. Давай. Давай. Даже интересно, что обычно он слаще. Тут он не очень сладкий, но интересно. Попробуй. Проба показала, что там присутствует алкоголь. Да. Вот. Молочь. Молочность имеет некоторый сомнительный оттенок. Так. Это супчик. Это не супчик. Это с рисом идет сейчас. Да. Это так называемый кёри. И к этому кёри приносит рисок. И вот это все замешивается в этом соусе, там курочка. Так. Света, ты можешь отректировать вот это блюдо? Это баклажаны и скалопы. Так. Как и скалопы по-простому? Так. И по-русски тоже? Гребешки. Гребешки. Ну, пусть будут гребешки. Тут продолжаю спотносить. И я, честно говоря, даже не знаю, где оно уместится у них там. Так. Это нам тут огурчик что-то вдруг. И тут вот идет, вот тут еще нам блюдо какое-то на походе. Вот это рисок там. Угу. 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 Сейчас супчик у нас забрали и поставят туда мое блюдо. А я пока снимал уже и забыл, что заказывал. Это мое мясо, они вот так залили, что уже не видно мяса. Я думаю, что мы приступим к процедуре. Это угол улицы 12 стрит и вот она пошла в Сан-Франциско в этом жилом доме, видите, тут жилой дом, такой викторианский по-своему. И тут вот на углу Ма-Но-Ра называется. Ма-Но-Ра Ма-Но-Ра Ма-Но-Ра